Всем привет, друзья! Меня зовут Даниил, вы на канале Таганай. Сходил я тут недавно на фильм Ржев, военную драму про не самое известное и популярное сражение Великой Отечественной войны режиссера Игоря Копылова по повести фронтовика Вячеслава Леонидовича Кондратьева «Искупить кровью». И одно это название, ставшее, кстати, слоганом фильма, наводило на нехорошие мысли, как и обещание рассказать правду о засекреченной битве, когда засекреченной, кем засекреченной, вы о чем. Масло в огонь подливала рекламная кампания, не только навязчивая, но и достаточно специфическая. Нужно не бояться рассказывать о страшных моментах. И сегодня я поделюсь своими абсолютно субъективными впечатлениями от просмотра фильма «Ржев» и расскажу вам о том, удалось ли режиссеру снять хороший, честный военный фильм без любовных соплей, голливудщины, слоу-мо и неуместной антисоветщины. Думаю, будет интересно. Поехали! Перед просмотром фильма я решил ознакомиться с первоисточником и прочел повесть Кондратьева. И лучше бы я этого не делал, потому что настолько беспощадно антисоветское произведение надо было еще поискать. Там все как по методичке, просто загибайте пальцы. Кровавая габня и упыри из НКВД? Есть. Тупые бездарные командиры, посылающие сотни солдат на один немецкий пулемет? Есть. Солдаты, воюющие вопреки ненавистному режиму, потому что у них у всех семьи либо репрессированы, либо пострадали от советской власти, тоже есть. И что самое примечательное, именно вокруг этого и построен сюжет повести. Она не про то, как Красная Армия воюет с вермахтом. Она про то, как солдатам Красной Армии мешают воевать бездарные тупые командиры и кровавая габня. Это наша история. Это наш подвиг. Его нельзя забывать. Просто отличный выбор первоисточника для фильма, на который потом школьников будут сгонять. Ну вы же понимаете, патриотическое воспитание. Неоплаченный долг памяти. А в общем, перед просмотром я уже был настроен на самое плохое, но фильму все-таки удалось меня удивить. Но обо всем по порядку. Скажем прямо, что название «Ржев» тут также уместно, как название «Битва за Севастополь» для фильма «Несломленная» или «Сталинград» для фильма «Они сражались за Катю». То есть «Ржева» тут нет и близко. Есть деревня Овсянниково, где-то в районе Ржевского выступа. И весь фильм нам рассказывает о боях за эту деревню в течение одних суток. Да, фильм в очередной раз получил громкое название, только чтобы заманить людей в кинотеатры. А вместо глобальных событий нам покажут бои местного значения. Ну такая вот тенденция для российского кинематографа. Фильм начинается с батальной сцены. Единственной приличной батальной сцены за всю картину. Длится она минут 5-7 и снята, ну, относительно неплохо. Ни Брестская крепость, конечно, ни Панфиловцы, но в целом прилично. Главная проблема, и она относится ко всем боям в фильме, они схематичны. Все это похоже не на реальный бой, не на перестрелку, а на театральную постановку перестрелки или на реконструкцию, задача которой быть максимально зрелищной и визуально понятной, но при этом без намека на реализм. То есть бойцы бегают плотными толпами, никуда особо не торопятся, даже когда бегут по открытому полю перед пулеметом, не используют укрытия, не ведут подавляющий огонь и так далее. Да, порой это выглядит действительно зрелищно, особенно когда доходит до рукопашной в окопах, но некоторые моменты смотрятся нестерпимо глупо. Также в боях вообще не участвует бронетехника, нам только несколько раз издалека покажут танки Т-60 и один раз немецкий ханамак. Ну, про нарисованную на компьютере раму я молчу, потому что выглядит она ну вообще не очень. Реквизиты, декорации подобраны по большей части грамотно, но не обошлось без ляпов, например, после артобстрела не остаются воронки на поле боя. Операторскую работу можно назвать старательной и прилежной, но не более того. Каких-то ярких, запоминающихся, откровенно красивых ракурсов, как это было в «Панфиловцах» или даже в Т-34, мы здесь, к сожалению, не увидим. Зато присутствует мудацкий российский монтаж, когда у персонажа, например, на крупном плане одно выражение лица и в ту же секунду на общем плане уже совершенно другое классика. В итоге, в плане визуала, при схожем сеттинге, фильм очень не дотягивает до тех же 28 «Панфиловцев». Было бы интересно сравнить бюджеты этих фильмов. И если «Ржев» окажется дороже, то это будет подозрительно. И не ведитесь на трейлеры. Батальных сцен в фильме будет всего две. В начале и самом конце фильма и то «Ночная контратака немцев» вышла совсем уж игрушечной с точки зрения постановки. Большую же часть времени мы будем наблюдать за взаимоотношениями персонажей и, скажем честно, это такое себе удовольствие. А все потому, что живыми диалогами или какими-то интересными взаимодействиями между персонажами фильм похвастаться не может. Да, есть забавные зарисовки и удачные типажи, но, как правило, все портят анахронизмы и слишком современное поведение персонажей. Да, я настаиваю на том, что в сороковых годах прошлого века люди общались совершенно не так, как сейчас. Ты как только увидишь, что я вот так вот голову опускаю, а? Я тебя прошу, стукни меня у спину, да покрепче, а то не услышу. Ну и печали добавляет актерская игра, которая в некоторых моментах откровенно разочаровывает и убедительными получились только возрастные персонажи, и то не все. Я же по-честному, мужики, то деревню дуриком взяли. И да, если вы думали, что фильм обойдется без истерик, то жестоко ошибались. Бойцы Красной Армии регулярно будут впадать в буйство и безумие, выскакивать из траншей во время артобстрела, либо стоять на коленях посреди боя и смеяться, либо плакать и всхлипывать. И да, я все понимаю, это драма, надо было показать все ужасы войны. Но даже в антисоветской повести Кондратьева солдаты Красной Армии — это солдаты. Они могут быть усталыми, озлобленными, испуганными, но они не истерили. А здесь с этим, ну прямо-таки, перебор. Мне здесь истерики не нужны! Часть сюжетных линий из повести в киноадаптацию не вошли, и на самом деле хорошо, потому что благодаря этому сюжет стал, ну, хоть немного лаконичнее, а шаблонность и улыбочность персонажей позволили сделать их более яркими и запоминающимися, по крайней мере, вы сможете их отличить, а к концу фильма, возможно, даже запомните, кто из них кто. Уголовник, очкарик, храбрый, ротный, мудрый дед, мелкий стукач и так далее. Другое дело, что это вообще ничего вам не даст, потому что какое-никакое развитие получат только единицы. Но главная завязка сюжета осталась, как в повести. Это не спойлер. Когда бойцы Красной Армии занимают деревню Овсяниково, на них немцы сбрасывают листовки. И из-за этих листовок в Овсяниково направляют злобного упыря особиста НКВД в синей фуражке. Зимой. И ну кто бы мог подумать, но особист внезапно оказывается полнейшей сволочью и мразотой. Он издевается над солдатами, доминирует над командирами, размахивает оружием и всех подозревает в измене родине. Все это на грани здравого смысла или даже за этой гранью. И естественно, у одного из солдат он находит листовки и тут же хочет его торжественно расстрелять. Тихо, 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 Лавренди. А расстрел солдатика за листовки всячески поощряет другой негативный персонаж повести и фильма. Это тупой, узколобый, некомпетентный, бездарный, трусливый и жестокий комбат, который изображает из себя актера Михаила Ульянова, который играет Георгия Константиновича Жукова. Вы не имеете права бояться, товарищ генерал армии! Комбат не спешит направлять подкрепление в Овсяниково, но в случае отступления роты уже готовится расстрелять каждого, кто оставил занятые позиции без приказа на отход. А приказа на отход не будет, нет, нет, нет! Ха-ха-ха-ха! А вот дальше начинается странное, потому что фильм внезапно перестает следовать сюжету повести, а события принимают совершенно другой оборот, что меня несколько сбило с толку. Да, авторы фильма словно почувствовали, что, снимая они фильм точно по повести, на них обрушился бы шквал негодования. Одно дело, если бы у нас был перебор с героическими фильмами и восхвалением советских солдат, и на фоне этого картина с раскрытием каких-то мрачных эпизодов смотрелась бы свежо и актуально. Но вашу ж мать, у нас последние 30 лет только и снимают, что про неприглядные эпизоды. Что не фильм, то что рафбаты, зэки, расстрелы, особисты, одна винтовка на троих, атака на пулеметы в полный рост и победа вопреки. Вот здесь на экране вы сейчас можете видеть, ну, наверное, неполный, конечно, список фильмов и сериалов про войну, снятых после развала Советского Союза. Красным цветом обозначены картины с резко негативным отношением к советской власти, оранжевым и желтым чуть менее политизированные картины, белым цветом нейтральные фильмы, а зеленым фильмы с положительной оценкой советской власти. Много зелененьких, да? А нет? А как так? И похоже на то, что создатели Ржева все-таки поняли эту конъюнктуру момента и общественный запрос и начали сглаживать углы. Не всегда умело, не всегда логично, но тем не менее. И многие моменты из повести, которые вызвали у меня негодование и желание плеваться, в фильм не попали. Поезд была основа, от которой мы оттолкнулись. Дальше мы изучали материалы, были на месте событий, общались и с ветеранами, и с консультантами. Непонятно только, зачем в принципе надо было брать в качестве первоисточника настолько политически ангажированное произведение, чтобы потом его пришлось переделывать. Но это уже вопрос риторический. Тем не менее, в фильме для всех откровенно негативных персонажей создатели постарались придумать мотив и обоснование их действий. И пусть получилось не всегда логично и не всегда убедительно, но за попытку спасибо. А вот автор повести до такого не опускался. Например, в фильме НКВДшник говорит, что он просто хочет, чтобы все соблюдали закон. И государству он настолько предан, потому что государство его, никчемного, никому не нужного сироту-оборванца, накормило, отогрело, отмыло, дало ему образование и доверило защищать закон. И естественно, он этому государству предан и верит в него. Линия НКВДшника вообще могла стать украшением фильма, если бы ее довели до логического завершения. Например, показали, что принципиальность и храбрость НКВДшник проявляет и в бою с противником, чем вызывает уважение солдат. И наоборот, он сам начинает уважать солдат, понимая, что они, также самоотверженно и храбро, защищают ту же самую родину, что и он. Но, к сожалению, создателям не хватило то ли таланта, то ли желания, то ли умения. В итоге линию НКВДшника скомкали и, по сути, она ведет в никуда. А жаль. А вообще, положительные или хотя бы неоднозначные образы работников НКВД в российском военном кино встречаются два или три раза. Это из того, что я помню фильм «Танки», где НКВДшник сначала вроде плохой, но потом оказывается хорошим парнем. И Брестская крепость, где бойцы НКВД самоотверженно и храбро сражаются с немцами, как это нередко было в реальности. В общем, ждем. Может быть, когда-нибудь все-таки синяя фуражка перестанет быть символом всего самого плохого и страшного в российских военных фильмах. Да, разумеется, общий посыл никуда не делся. Да, упырь особист выставлен поначалу именно упырем, требующим перевоспитания. Да и ничего положительного про красную армию, советскую власть или товарища Сталина вы ясное дело не услышите. Но львиную долю историй про раскулаченную и репрессированную родню, нищие колхозы и власть которой плевать на человеческие жизни, авторы фильма все же вырезали. Да, вырезали, разумеется, не все, и антисоветчины все еще хватает, и в моем списке фильм светился бы желтым или даже оранжевым цветом. Но в отличие от повести, после прочтения которой возникает ненависть по отношению к красноперой сволочи, фильм в качестве главных врагов предлагает все-таки нацистов, ради чего делает даже определенный сюжетный акцент. К сожалению, толком не обыгранный. И опять же, задумка здесь была вполне хороша, солдаты ссорились на пустом месте, а потом вдруг видели зверство нацистов, и ненависть к общему врагу должна была их объединить, но в фильме это никак не обозначается. Просто начинается бой, герои сражаются, и совершенно непонятно, как на это повлияло то, что они помирились и дружно возненавидели немцев. Из однозначных плюсов, в фильме вообще нет неуместных любовных соплей и пи***е страданий, и слава богу, из минусов, тема бога и религии поднимается чересчур. Часто ее нам постоянно пихают как через визуальный ряд, так и через реплики персонажей. В кадр постоянно лезут кресты упавших куполов и могил, иногда их даже поджигают из огнемета ради этого. Один из персонажей активно вещает за боженьку и православие, и делает это вполне успешно. Но скажем спасибо, что хотя бы НКВДшника не крестят, а в решающий момент не прибегает боевой поп, который всех спасет. Но если вас раздражает религиозная тематика, которую везде пихают не к месту, то готовьтесь, здесь ее хватает. Также в фильме нас ждет небольшая, притянутая за уши аллюзия на тему современного конфликта с Украиной, ну а в титрах нам не особо внятно попытаются объяснить, почему же так важна была Ржевская битва. Объяснили бы еще для кучи, причем тут деревня Овсянниково, про которую мы все это время смотрели фильм с названием Ржев. Далее привычно наврут про миллион погибших советских солдат, эту цифру тут же радостно повторят ведущие новостей. За 14 месяцев там погиб 1 миллион 300 тысяч защитников Родины. Но с одной стороны понятно, завышать потери Советского Союза это неотъемлемая часть антисоветской пропаганды, типа совки воевать не умели, мясом закидывали. Но вы же в своем фильме вроде бы хотели отказаться от антисоветчины, как-то деконструировать ее. Зачем тогда подменять общие потери безвозвратными? Но возможно потому, что реальная цифра безвозвратных потерь, то есть погибших и попавших в плен, в 392 тысячи человек не кажется такой уж жуткой, а скажешь миллион и сразу ух мороз по коже. Но врать-то нехорошо. Премьера фильма совпала с началом строительства мемориала советским воинам, павшим под Ржевом. Мемориал хорош, только вот не найдете вы в нем советской символики. Не даже красной звездочки на ремне или пилотки. Да, победили немцев какие-то солдаты, а из какой они были стороны, какая разница? Сейчас ведь ее нет. Ну что ж, нельзя просто взять и снять хорошую военную драму, не перепачкавшись антисоветчиной. Вот и у создателей фильма Ржев не получилось. Стояла ли такая задача в принципе нам неизвестно, но некоторые положительные подвижки безусловно есть и за них авторам спасибо. Жаль только что оценят их те, кто читал повесть. А фильм в целом получился неубедительным, затянутым, скучноватым, не особо зрелищным, поэтому рекомендовать его к просмотру я не буду, там просто смотреть не на что. И на сегодня это все. С вами был Данил, канал Таганай. Если выпуск понравился, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, что думаете про Ржев и другие российские военные фильмы. И я буду очень рад, если вы сможете поддержать меня на Патреон. Огромное всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Всем пока. Огромное спасибо тем, кто поддерживает канал Таганай на Патреон. Отдельную благодарность получают Алекс, Вукс, Пётр, МВС, Денис Гульчак, Андрей Копоть, Агилтель, Алексей Вырушев, Василий, Киберкиллер 007, Женёк, Ирика, ЕКБ. Субтитры создавал DimaTorzok